Как принимают решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата, если он нарушил требования закона? Конституционный суд сегодня вынес постановление по толкованию статьи 60 Конституции Якутии. С подробностями Туяра Филиппова. Поводом к рассмотрению дела стал запрос председателя мандатной и регламентной комиссии Ильтумен. Если были нарушения, у нас в комиссии были разногласия, и мы выносили, конечно, по регламенту все вопросы на решение пленарного заседания. И по этому поводу у нас нужно было толкование этой части Конституции Республики Сахай-Якутия. Напомним, прокуратура через суд уже не первый год требует прекращения полномочий некоторых депутатов, не соблюдающих ограничений, не предоставляющих сведений о доходах и так далее. Так, например, в отношении одного из депутатов прокурорская проверка установила, что он, занимая должность председателя комитета, является учредителем ряда коммерческих организаций, что нарушает установленные законом запреты. Регламентная комиссия парламента с этим не согласилась, и представление прокуратуры не было исполнено. Тогда прокуратура пошла дальше. Через городской, потом Верховный суд добилась признания бездействия законодательного органа. Но и после этого парламент сохраняет статус депутата. Противостояние прокуратуры и парламента на днях вылилось в признание судом недействующими отдельных положений регламента госсобрания, касающихся сроков и процедуры рассмотрения представления прокуратуры как недостаточно урегулированных. А теперь вот постановление Конституционного суда. Суд указал, что несмотря на имеющиеся механизмы в федеральном законодательстве, в республиканском они четко не урегулированы. Таким образом, теперь парламенту республики так или иначе придется вносить изменения в регламент и другие нормативно-правовые акты, регулирующие процедуру досрочного прекращения полномочий депутата. Как сообщила представитель Эль-Тюмен, скорее всего это произойдет не раньше осенней сессии парламента. Туяра Филипова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.